Плата за отопление Изменится просто порядок ее расчета В прошлом отопительном сезоне у нас граждане получали квитанции В которых было две строчки за отопление Отопление индивидуальное, отопление на общие домовые нужды В связи с изменениями, внесенными в постановление 354 И вступившими в действие с 1 июня Плата за отопление теперь будет рассчитываться общая Строчка будет одна Она будет включать в себя и индивидуальное, и общие домовые отопления Следовательно, сам по себе объем суммарный Он останется примерно такой же Но квитанции будут выше, потому что изменились тарифы с 1 июля То есть, соответственно, поскольку стоимость гигакалорий увеличилась Соответственно, и плата за отопление Даже при наличии одинаковых показателей Будет все равно выше Квитанция стала более информативна Потому что в прошлом отопительном сезоне Это касается не только отопления, а касается и расходов по холодной, по горячей воде То, что дом потребил То есть, раньше у нас в квитанции отражалась только одна графа То есть, колоночка одна получалась Расход общедомового прибора учета Значит, сейчас для граждан показано, сколько потребили квартиры Потому что вот эти объемы считаются вычислительным центром на основании данных То есть, квартиры, в которых нет приборов учета Там по нормативу производится расчет Плюс ко всему, квартиры, в которых есть индивидуальные приборы учета Граждане сами подают Вот программа считает это все И у нас выходит здесь теперь размещено, сколько потребили квартиры То есть, вот это идет о холодной воде Это о горячей воде идет речь Ну, по отоплению, естественно, тут строчечка, она будет Графа, простите, она все равно будет одна Поскольку у нас квартирный учет не ведется по отоплению Здесь будет только тот объем, который приходится на отопление на весь дом С 1 июля 2013 года тарифы подорожали на 15% У многих граждан по этому поводу возникнут вопросы Для разъяснения всех вопросов вы можете обратиться в жилком сервис номер один Во-первых, в квартирные группы бухгалтерии по месту своего жительства Эти адреса знают все жители, потому что они приносят туда справки на перерасчет в связи с временным отсутствием Они приходят туда получать выписки по лицевому счету, когда им необходимо куда-то предъявлять Ну и плюс ко всему сюда на ветеранов 78, 7 этаж у нас здесь сидят наши экономисты То есть, мы проводим вот эти классы по консультированию Мало того, мы разбираемся с каждым гражданином индивидуально Поскольку в виде каких-то лекций это, естественно, неприемлемо Каждый приходит со своей квитанцией и интересует именно его лицевой счет, как, почему Ну и плюс ко всему, то есть, если, мало ли, граждане по какой-то причине не могут прийти Обращаются к нам с письменным заявлением, мы даем им полный расчет То есть, в ответе мы полностью показываем, допустим, по каждой строчке Как рассчитано у него Ну, индивидуально, естественно, тут не может быть речи Он сам, да, либо он подает показания прибора учета, либо норматив Вот если есть строчка общедомовые нужды, да, холодное водоснабжение на общедомовые нужды Соответственно, мы даем полный расчет, каким образом рассчитана эта строка Если вот в период отопительного сезона, как рассчитывалось отопление То есть, мы полные ответы всегда им давали с расчетами И, соответственно, на устном приеме точно так же гражданам объясняем Объясняем, какие формулы применяются 354-я Как это, тот, кто не верит Открываем текст постановления, показываем, что это оттуда Поэтому, соответственно, с каждым индивидуально разбираемся Чтобы гражданин понял Потому что люди много лет платили равными частями в течение года Одну и ту же сумму И сейчас, когда вот мало того, что изменился сам порядок Да, многие даже не понимают, почему сумма меняется Вот приходится объяснять, показывать, да, как вот эти показания прибора учета Отчеты показываем по показаниям, по приборам учета Показываем гражданам, откуда берется информация, что все имеет, скажем, документальное подтверждение Что ничего из головы не берется Перед сдачей домов к отопительному сезону прошло пять противоаварийных тренировок На которых рассматривались ситуации прошлого года и проигрывались заново Сегодня мы провели последнюю противоаварийную тренировку в Кировском районе в этом году Их было много, их было пять, даже шесть Если поэтапно, по программе администрации района было четыре противоаварийные тренировки Это общерайонная противоаварийная тренировка, которую мы провели еще в июне месяце Там мы задействовали максимальное количество управляющих компаний, которые на территории района Потом мы проводили тренировки с учетом, в общем-то, итогов прошлого отопительного сезона То есть мы забирали самые опасные участки, там, где могут быть аварии С учетом того, что у нас разные районы обслуживают от теплосети Это первый и пятый район, поэтому у нас прошла тренировка на базе первого района теплосети На базе пятого района теплосети Потом мы с теплосетью Санкт-Петербурга договорились об участии нашего района В противоаварийной тренировке, которая проходила в соседнем районе, в Красносельском По программе там была авария на подающем магистральном трубопроводе С учетом того, что в прошлом году у нас были случаи, когда аварии на теплосетях соседнего района затрагивали интересы и нашего района То есть нарушалось теплоснабжение и в домах Кировского района Поэтому в этом году мы решили проиграть такую программу, чтобы на месте ликвидации аварий были представители администрации и жилищных агентств обоих районов Чтобы уже на месте понимать зону того бедствия, которое принести может эта авария И уже на месте решить, каким ресурсом человеческим, управленческим надо отрабатывать такие ситуации И в этом году администрация района была приглашена на противоаварийную тренировку ТЭЦ-15 Мы тоже приняли участие в этой тренировке, но не материальными какими-то ресурсами, а именно по взаимодействию Потому что там проигрывалась программа авария на подаче газопровода на котельную Это затрагивало использование вопросов резервного запаса топлива Поэтому по программе мы отработали способы взаимодействия при таких авариях с администрацией района Потому что ТЭЦ-15 отапливает половину нашего района Что касается этой тренировки, она последняя Мы Канонерский остров каждый год оставляем на последнюю тренировку Потому что это зона ГУПТЭК, она не самая большая в нашем районе У нас ГУПТЭК обслуживает всего 26 километров теплосетей Но с учетом того, что теплосети, они достаточно изношены и требуют капитального ремонта И ГУПТЭК уже несколько лет пытается включить капитальный ремонт И в этом году нам обещали, что в капитальный ремонт войдут эти сети Но, к сожалению, получили уведомление о том, что опять они внесли корректировку в программу И сейчас они работают только по изготовлению проектной документации по этим сетям Но, в общем-то, планируют, обещают на следующий год откапиталить все сети По состоянию теплоснабжения Канонежский остров достаточно стабилен И здесь больше проблемы с горячим водоснабжением По итогам проверки все дома подготовлены и сданы к началу отопительного сезона Который начинается 1 октября